девочки сижу в гардеробной комнате кстати всем привет и мальчики тоже еле уложила волосы ей богу после вот этой новой стрижки у меня волосы вообще непослушные в прошлом видео вы наверно видели да что у меня на на голове творится с утра особенно ну я уже объяснял все дело в том что волосы у меня слегка вьются и вообще вообще я думал что мне сделают стрижку и не придется и и укладывать вот так то есть я люблю с утра ну чуть-чуть смочу просто руки водой и вот так ну причешусь а потом руками просто чуть-чуть вот так вот собью волосы и все но с этой стрижка у меня так не получается они у меня в разные стороны и все время вот эти вот концы концы они у меня в другую сторону так заливается знаете колокольчиком и в этот раз в этот раз значит я попала вообще к другому мастеру и я абсолютно недовольным как она меня подстригла вот правда вот как я отличаю хорошего мастера и плохого когда я попадаю к хорошему мастеру а я все время попадаю к разным мастером девочки потому что я говорю что кто-то уволился а кто-то уже одна там хорошая была она умерла молодом возрасте к сожалению вот я не могу найти своего мастера как я например вижу хорошую руку парикмахера на когда после после стрижки утром волосы хорошо лежат стоит только причесаться даже не укладывая феном вообще не укладывая волосы просто руками когда уложишь и нравится форма вот тогда понимаю да меня подстригли хорошо вот конечно если уложишь можно из плохой стрижки стих хорошую укладку вот новый трасс она мне почему-то сзади объем не сделала прошлый раз мне прям сзади такой объем ч хороший она мне как так тоже сделала каре но каскаде ком как-то мне нравилось на затылке при такой объем у меня был че подстригалась до нового года и мне так кажется они все на нервике то мастера были примут прям чувствовал что на нервике знаете как я фразу люблю сейчас говорить типа садись я тебя подстригу и отвали ну вот такое отношение немножечко вообще не только ко мне а я наблюдала ко всем клиентам именно перед новым годом вот ну ладно в общем вот сейчас я феном причесалась уложила и вроде нормально и вот смотрите как волосы хорошо блестят какие они гладкие ну вам наверное не видно а я зеркало вижу после шампуня ламинирующего вот от faberlic который я вам все время показывала вот очень хорошо блестят волосы причем я ничего не использовала больше но я имею ввиду жидкий шелк у меня есть для блеска волос я ничего не использовала это только вот шампунь нравится мне девочки и скажите честно вот так с челками лучше что что-то мне кажется прям как девочка молоденькая хоть мне уже шестой десятка то нормально так ходить с челкой с такой вообще да когда не было когда не было челки до волосы мне мешались и и вас раздражали постоянно видео да вы мне писали что вот один глаз закрыт убери ты эту эти волосы открой открой лицо вот в общем напишите вот так вот мне продолжать челку так делать или нет принципе как будто бы нормально да нормально так ну ладно когда болела давно уже да и вот до сих пор до сих пор держится каши но он у меня не постоянный а такой эпизодический кашель вот и его на естественно уже не лечу ничем просто он вот посреди дня да вот ни с того ни с сего вот начинает бить каши что это за вирусня такая я вообще понять не могу девочки супчик сейчас сделаю в общем из своих заготовок здесь рисовый суп с перцем со сладким и с зелеными помидорами ну я имею ввиду в подвале у меня такая заготовочка стоит там уже морковь лук все в банке было сегодня не охота что-то было такое долгое готовить что-то у меня давление ошалит у нас погода скачет и у меня давление скачет хотя я не метеочувствительна но этот раз меня чуть так под накрыла сегодня утром было сто семьдесят давление я каптоприл под язык упала до сто тридцати пяти потом опять поднялось до сто пятидесяти восьми хорошо у меня давление лекарства были которые я не пью мне когда-то выписывали но у меня давление давление нет повседневной жизни и я не пью лариста вот вспомнила лариста и вот я второй день ларисту пью начала сейчас стабилизируется я ее пить не буду вот я на таблетках не хочу сидеть в общем ладно от супа к болезням в общем здесь у меня фрикадельки они тоже были готовы в морозилке в общем фрикадельки я только почистила картошку и положила зелень а брокколи еще сюда положила свою замороженную вот и у меня вот такой вот супчик вот здесь рис перчик сладкий и сейчас еще поварю наверное минут пять и я чистила 4 зубчика чеснока вот и выдавлю чеснок и выключу немножко настоится и супец готов быть на завтра а у меня в холодильнике залежалось тесто дрожжевое слоеное и было пачка сосисок я сосиски покупаю такие вот маленькие они по моему детские называются в пятерочке они есть дикси есть магните по он тоже есть вот нет сосиски нравятся потому что нет мясо механической обвалки нет шкурки свиной так далее и в общем я вот так сделала сделала сосиски в тесте сверху кунжутом но кунжут сейчас весь осыпется потому что тесто начнет подниматься кунжут конечно весь весь наверное осыпется так ну ладно я духовку уже разогрела вот до 180 и ставим так и у меня остался еще один пласт и в общем тоже надо из него что-то сделать в общем я раскатала сейчас разрежу на четыре полосочки так и у меня еще есть в холодильнике сгущенное молоко которое я покупала для нового года она осталась в общем я немножко в миску вот сюда выдавлю молока совсем чуть-чуть добавлю какао хотел начинку из орехов сделать но что-то я себя чувствую неважно с орехами вас немного в общем я сделаю что попроще так вот такая масса шоколадная получилась и в общем что теперь я буду делать смотрите так я так разверну так беру одну полосочку смазываю вот этой смесью можно варенье можно просто сахарком посыпать джем какой-то изюм можно положить ночью что хотите так тонким тонким слоем вот так я смазываю и сворачиваю рулетиком так вот у меня такой рулетик получился теперь я его перекручиваю этот рулетик вот так спиралькой закручиваем примерно вот так и теперь скручиваю булочку и краешек немножко прищипнуть вот такая булочка у нас получается проделываю все то же самое с другими полосками можно натертое яблочко сюда кстати с песочком с сахарком перемешать тоже будет хорошо главное небольшой слой чтобы у вас при выпечке наружу все потом не вытекло так трубочкой сворачиваем опять делаем спиральку и закручиваем булочку ну вот у меня получилось всего четыре булочки мало конечно ничего у меня теста просто больше нет я бы сделала больше вот девочки померил давление у нас сейчас шестой час пол шестого вечера пониженная 116 на 76 это вот я сегодня каптаприл под язык выпила от высокого давления потом я пила еще из своей свою мелиссу с лавандой заваривала вместо чая кофе выпила кофе снижает давление мне кофе помогает и после дневного сна да это уже после обеда я выпила ларисту и вот сейчас пульс высокий 106 но я здесь готовлю вот и у меня нет другого этого измерителя давления надо мне купить я свой хороший отдала маме мам сломался а ей нужней а у меня вот такой вот на пульс который но вообще такой прибор так сейчас я выключу такой прибор конечно же не рекомендуется использовать людям уже старшего возраста потому что сосуды уже не те а молодым можно я когда-то его покупала чтобы брать с собой в дорогу в путешествие потому что он идет вот в таком удобном чехле и я всегда брала его с собой за границу потому что ну когда приезжаешь это акклиматизация и у меня тогда непонятно было то ли пониженное давление то ли повышенное в общем я брала его как дорожный вариант и вот с тех пор он у меня работает еще до сих пор но я им редко пользуюсь практически не пользуюсь вообще только вот когда вот так вот прижмет как сегодня вот но я понимаю что он конечно врет вот этот наверное может быть только не знаю в какую сторону если сейчас у меня 116 куда в плюс или в минус в общем короче надо мне купить нормальный прибор где-нибудь или в аптеке посмотреть или или в интернете выписать пора доставать так такие получились у меня сосиски в тесте даже кунжут на месте и сейчас я 4 булочки вот эти еще и спеку и все девочки бумага что-то у меня по моему не очень качественная в общем сосиски некоторые в тесте которые вот к этой бумаге прилипли я сейчас сделала новую бумагу и слегка смазала растительным маслом у меня всего четыре булочки я не буду смазывать яйцом а буду смазывать крепким чаем здесь у меня чай заварочка крепкая и я вот так кисточкой просто смазываю чаем так ну что булочки мои готовы готовы вот такие булочки ну чтоб они не были похожи на кое-что на кучки кучки поняли да на какашечки не были похожи мы их вот так сейчас забаскируем пудрочкой сахарной вот девочки всегда можно приукрасить булочку если она вдруг на какашечку похоже так о совсем другое дело правда смотрите красота о вот так а мои мужчины уже слопали здесь сосиски в тесте я вам уже говорил да что у меня сейчас давление чего-то эти дни скакала сильно в общем позавчера у меня с утра 166 потом упала когда я встала какие-то дела утром поделала у меня 135 упало давление потом опять до 145 начал подниматься этом чё за фигня такая почему так резко скачет давление и я же мерила своим старым прибором и в общем я когда более-менее себя чувствовал так ну что я могу на улицу уйти вадику гри поехали в аптеку я куплю себе новый прибор потому что говорю я не доверяю тому своему прибору и в общем мы в ближайшую аптеку поехали и я вот такой прибор купил себе вот это вот фирма мне нравится у меня прошлый прибор для измерения давлением был этой же фирмы я его отдала маме вот маме танку как бы нужней а мне эти приборы вроде бы вообще были раньше без надобности а сейчас вот видите как давление начал скакать при нашей погоде вот этой что ли вот и мне пришлось прибор покупать новый в прошлом приборе в прошлом моем который отдала вот этой фирмы там значит была цветовая индикация то есть когда уже готов результат там экран или зеленым светился значит давление в норме или желтым или красным красный это естественно предупреждающее что повышенное давление вот и там можно было в память до скольких-то измерений вводить в память вот и в общем то я купила попроще без всех этих наворотов он по моему стоит 2 не помню 2 с чем-то да девочки чек выбросила то ли 2 765 что ли как-то так по моему и я искала прибор чтобы он был обязательно с адаптером потому что прибор на батарейках или на аккумуляторах может врать это нам сказал врач как-то со скорой помощи вот он говорит обязательно измеряйте давление с адаптером от сети тогда он будет показывать более-менее точно хотя врачи вот я знаю со скорой помощи они очень скептически к этим приборам относятся вот но по крайней мере дом все равно надо иметь я вот таким вот обычным механическим я не умею измерять у меня где-то валяется но я не умею вот где давить надо на грушу вот как врачи измеряют я в нем не понимаю ничего мне проще вот таким конечно вот здесь функции практически как бы минимум здесь нет подсветки экрана показывает верхнее давление нижняя и пульс все больше ничего в память тоже ничего не внесешь единственное при включении просто показывать самый последний результат который был вот я сейчас включила вот это я вчера измеряла 143 и что мне еще понравилось здесь универсальная манжета 22-42 сантиметра а до этого я в другой аптеке смотрел там было 22-37 то есть поменьше было манжета я взяла побольше вот ну в общем все теперь я с прибором вот девочки давление мое 132 на 93 пульс 82 но это нормально это очень даже хорошо для меня очень хорошо хотя мое примерно 120 125 вот сейчас времени пол двенадцатого я вот сегодня впервые только измеряю давление универсальный манжета вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok